Более 100 раз за две недели огнеборцы выезжали на тушение тополиного пуха. Из-за пожаров на северодвинских улицах едва не сгорели дома и не взорвался газ. Сегодня специалисты подводят итоги жаркого периода и обращаются к горожанам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Только за два дня выходных пожарные выезжали более 50 раз на тушение горящего пуха. На этих кадрах горят трубы водоснабжения на яграх, они вспыхнули также от пуха. Чтобы ослабить пламя, огнеборцам потребовалась помощь еще одной бригады. Огнеборцы тушили сильный огонь ногами, чтобы не запылали припаркованные автомобили. А это следы от пожара на Пионерской 31. Загоревшийся пух едва не привел к взрыву газа во дворе. На место ЧП пожарные прибыли в считанные секунды. Чему могло бы привезти? Ой, к плачевному. Мне так кажется, это очень-очень плачевно кончилось бы. Это представьте бы, вот этот весь наш район, в садике везде одни тополя. А вы посмотрите, сколько висит на них пуха. Вообще бы все загорелось. А если бы газ тут, наверное, не было. А газ с газом вообще страшно. В период с 29 июня по 4 июля огнеборцам более 100 раз пришлось бороться с пожаром от пуха. По сравнению с прошлым годом это в 10 раз больше. В основном горело в старой части города. Здесь большое количество тополей. Был один случай, когда горение пуха перекинулось на деревянный забор. И после того, как начал гореть забор, значит, огонь начал распространяться и на здании. Но подразделения были своевременно вызваны, значит, и удалось избежать, скажем так, большой трагедии. Специалисты вновь обращаются к горожанам с просьбой соблюдать осторожность при курении. На газонах скопилось достаточно тополиного пуха, который вспыхивает от окурка или спички. А детям напомнить, что веселое занятие поджигать пух может обернуться трагедией. Штраф за порчу чужого имущества от 40 тысяч рублей. Необходимо обратить внимание, что, значит, большое количество того же тополиного пуха имеется и на старом кладбище. Тоже там необходимо проявлять осторожность. У нас объявлен особый противопожарный режим на территории Архангельской области и особый противопожарный режим в лесах. Напоминаем, запрещено разводить костры на всей территории региона. А в лесах разрешено разводить мангалы и барбекю только на специально отведенных для этого местах. Штраф за несоблюдение – 2 тысячи рублей. Особое внимание специалисты просят обращать на Ягринский бор. Не допускать открытого огня, разведения костров и вырубки деревьев. В случае возникновения пожара самый простой способ вызвать экстренные службы с мобильного по номерам 101 и 112.